Тот, кто бывал в Эрмитаже в Питере, не мог не заметить известное художественное произведение Рембрандта, написанное им в 17 столетии «Возвращение блудного сына». Кто не слышал о Христовой притче о блудном сыне? Даже те, кто никогда не держали в руках, не читали Евангелие, слышали об этой притче? Ее вы найдете в 15 главе Евангелия от Луки. Сколько проповедей было сказано на основании этой притчи? Я тоже не раз проповедовал о блудном сыне. И действительно можно сказать, что это жемчужина из всех притчей Христовых. Мы ее любим, потому что узнаем в ней себя. Мы любим ее, потому что она дает нам надежду, надежду на прощение, надежду на принятие Богом, надежду на возвращение того, кто когда-то удалился от Бога. Но будем помнить о том, что эта притча – рассказ, при помощи которого Христос хотел главным образом проиллюстрировать одну главную мысль, одну главную истину. К притчам не следует приписывать целые богословские дезертации. Возьмем, к примеру, притчу о десяти девах, среди которых были пять разумных и пять неразумных. Кто эти разумные, кто эти неразумные? О, разумные – это, разумеется, верующие, принадлежащие к нашему союзу или к нашей церкви, а вот неразумные – к другому. Ответ как будто очень простой, но он неверный. Это чисто человеческое истолкование. Зачем тогда мудрствовать? Зачем философствовать, когда сам Господь нам дает простой и ясный и конкретный ответ? Читайте его в 13 стихе 25 главы Евангелия от Матфея. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Что тут неясного? Мудрые те, которые бодрствуют, а не мудрые те, которые сидят, заснув, не приготовившись к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. «Подрствуй, молись и смотри, чтобы светильник твой был исполнен елеем, дабы не погас, и ты окажешься на стороне разумных». Видите, это не значит, что детали в притче не без значения. Да, они интересны и поучительны. Почему я начал мою беседу, упомянув притчу о блудном сыне? Не она, однако, будет сегодня главным нашим текстом для разбора. Я упомянул ее, потому что она одна из трех притч, сказанных в одно и то же время Иисусом Христом. Это притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча о блудном сыне. Все три притчи составляют одну речь или проповедь, и каждая из них передает или иллюстрирует одну главную мысль – благодать, милость и любовь Божьи. Начнем сегодня с первой притчи о потерянной овце, первой притчи из этой серии трех. Эта притча тоже хорошо известна и очень любима всеми теми, кто пережил на себе то, о чем Христос рассказывает в ней. А именно, как добрый пастырь находит пропавшую заблудшую овцу. А этой овцой является каждый из нас. Итак, давайте раскроем наши Библии или Евангелие на 15 главе Евангелия от Луки и прочтем первые семь стихов. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он, то есть Иисус, сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? И нашед возьмет ее на плечи свои и с радостью пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказывая вам, что так на небесах боли радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не имеющих нужды в покаянии. Эту притчу мы обыкновенно озаглавливаем «Притча о потерянной овце». В самом тексте Библии эта притча не озаглавлена. Я бы хотел ее озаглавить так – «Притча о добром пастыре». Видите, заглавие всегда содержит в себе какую-то главную мысль. В данном случае оно поможет идентифицировать эту притчу. Итак, «Притча о добром пастыре». Это и есть то, на что наш Господь хотел обратить внимание Его слушателей. Этой притчей Он хотел показать пастыря, Его сердце, Его характер. Вначале посмотрим на тех, кто был Его слушателем. В третьем стихе сказано «Но Он сказал им следующую притчу» – «Им». Кто это они? В первых двух стихах было сказано, что приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Но там были и фарисеи, и книжники. А они что делали? Они роптали, говоря «Он, то есть Иисус, принимает грешников и ест с ними». И вот для них-то Христос и говорит эту притчу. Он ответил им этой притчей на их ропот. Но это совсем не значит, что эта притча не была предназначена также и мытарям, и грешникам. Конечно, они-то с большим желанием и удовольствием пришли именно послушать Его. Для них все сказанное им будет большим ободрением, радостной вестью. А вот для религиозников, книжников, считающих себя праведниками, эта притча служит и обличением, и наставлением. Они роптали. Мол, смотрите, с каким удовольствием он принимает грешников. Как он приветлив к этим отбросам общества. Сколько там среди этих грешников было и обманщиков, предателей, воров, проституток и других разных отверженных обществом людей. А он принимает их. А он ест вместе с ними. Какой он Мессия? Божий посланник, если он общается с такими людьми. Если он действительно обещанный Мессия, то он бы не запятнал себя такими людьми, с таким обществом грязных людей. Он бы искал общение с праведниками, с достойными и религиозными людьми, то есть с такими, как мы. А нами он пренебрегает, обходит нас. Значит, не может быть, что он тот, за кого выдает себя. И в ответ на их ропот он приводит эту замечательную первую из трех притч. Этой притчей Христос снова повторяет то, что он сказал в самом начале своего служения, что он пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию. Слава и благодарение ему. Впервые он это сказал в доме мытаря Левия. Для израильтян мытари были самыми ненавистными людьми. Они собирали налоги со своих людей в кассу римского правительства, оккупантов их страны. А это считалось дерзким предательством, так как эти мытари были тоже евреи. И вот в один день Иисус, проходя мимо сборища подати, мытаря по имени Левий, сказал ему, следуй за Мною. И Левий оставил все, встал и последовал за Иисусом. И этот мытарь в доме своем сделал большое угощение, пригласил друзей своих, так что там было множество этих мытарей. Были там и другие грешники. Но пришли к нему и княжники и фарисеи. И там они также роптали и говорили ученикам Иисуса, с которыми был он, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус там ответил им, именно им, этим самодовольным, праведникам, религиозникам. Это не значило, что эти книжники-фарисеи были перед Богом праведны. Они-то о себе думали так и считали себя праведными и религиозными. Они и не помышляли о необходимости покаяния. В другой раз Христос прямо скажет им, вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия беззакония. Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И вот им-то теперь сказал эту притчу Иисус Христос. Сказал им, чтобы показать сердце пастыря. Они имели совсем другое понятие о Боге. Они считали, что Бог любит только добрых, порядочных, религиозных людей. А Иисус, посланный Богом, пришел, чтобы отыскать пропавшую овцу, затерявшуюся овцу. Сердце пастыря исполнено состраданием и любовью к потерянной овечке. Она заблудилась, она не знает, как найти дорогу домой. Она беспомощна, она испугана, она легко может стать добычей хищника. И вот заботливый и любящий пастырь, у которого было сто овец, оставляет девяносто девять и идет искать пропавшую. Кто из вас, говорит Христос, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Христос обращается с этим вопросом к тем, которые имели своих овец. В другой притче он говорит о наемнике, который видит приближающего волка, оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник бежит, потому что он наемник. Он не радеет за овец. А я, говорит Христос, я, если пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, таково сердце нашего пастыря. Хотя у него было девяносто девять. Пастырь добрый не даст ни одной пропасть. Он оставит девяносто девять и пойдет искать пропавшую. Почему? Да потому что это его овечка. Она дорога ему. Она принадлежит ему. И без него она не найдет пути домой. Но кто эти девяносто девять, которых пастырь оставляет в пустыне? Как вам кажется, если он так озабочен об одной овечке, неужели он оставит на произвол судьбы тех девяносто девять? Безусловно, он их обеспечил полной безопасности. Видите, цель притчи Христа сосредоточена не на этих девяносто девять, а на той одной, которой нужно спасти. Цель миссии Христа – спасти погибшие. Иисус нам говорит, что Он пришел с одной целью – отыскать и спасти грешников. Для этого Он оставил небесный обитель. Для этого Он воплотился в человеческое тело. За этих грешников Он умер на Голгофском Христе и в третий день воскрес. Все это Он совершил не для тех, которые считают себя заслужившими спасения. Нет, но ради спасения погибших. И посмотрите, какую Он переживает радость, когда находит свою пропавшую заблудшую овцу. Он ее не наказывает, не бьет, не допрашивает, не обличает. Почему, мол, она оставила овечий двор? Почему она отделилась? Нет. Цель доброго пастыря – вернуть заблудшего домой. Не хочу смерти грешника, говорит Господь. Миссия Иисуса Христа – найти и возвратить грешника к себе. Сказано, нашет, возьмет ее на плечи свои с радостью. Пастырь нашел свою заблудшую овцу. Он радуется этому. Он берет эту овцу и кладет на плечи свои и несет с радостью. Для него это не тяжесть, дорогие мои, а радость. Он обходится с ней ласково. Он не грозит ей, не упрекает, не обвиняет. Нет, он просто любит ее и несет на своих плечах. Найденная овечка приносит ему неописуемую радость. Вспоминая, когда дети наши были еще маленькими. Это было, правда, несколько лет тому назад. Как мы вместе с другой семьей пошли в выходной день на пикник. Была чудесная погода. Мы провели прекрасное время. День начал клониться к концу. И нам нужно было возвращаться домой. У нас тогда было восемь детей, а у наших друзей трое. Все было упаковано, дети залезли в машину, а у нас был такой бусик, что мог вместить всю нашу семью. Когда все разместились, я посмотрел в зеркало заднего обзора, и мне показалось, что вся семья была в сборе. Мы поехали. Отъехав совсем немного, мы обнаружили, что наша дорога заграждена по случаю какой-то аварии, и мы вынуждены были свернуть на другую дорогу, по которой никак не собирались ехать. И вдруг перед моими глазами вижу, шагает моя шестилетняя дочурка Тереза. Она идет одна на дороге и плачет. Я сразу даже не сообразил, в чем дело, почему она там на дороге, ведь она должна быть в машине. А по этой дороге мы поехали непредвиденно. Но именно на этой дороге оказался мой ребенок, один, оставший от всех детей. Я еще смотрел, и мне не верилось тому, что я вижу. Когда Тереза увидела нас, она заплакала еще больше, но теперь от радости. Но думаю, что не сравнить это с моей радостью, которой не было предела. Я посадил ее на переднее сидение, прижал ее к себе, целовал ее заплаканное личико, и от радости сам плакал. Я дал ей плитку шоколаду. Правда сказать, я даже не знаю, откуда взялась эта плитка, но я отдал ее всю. Другие же дети на этот раз ничего не получили. Тереза в данный момент оказалась моим любимчиком. К ней была явлена вся любовь моя. Это не значит, что остальных детей я любил меньше, нет. Но они были в овечьем дворе, так сказать, при нас. А эта дочурка была потеряна, и вот теперь нашлась. Была причина радоваться. И она увидела всю полноту любви моей. Как вы думаете, начал ли я упрекать ее, обвинять и наказывать? О, нет! Я хотел показать ей, как только мог, мою любовь к ней. Вместо наказания и упреков я старался утешить ее. Нашлась моя Терезенька. Ей было оказано все внимание и ласка. И когда мы приехали домой, я не выпускал ее из вида. Вся семья радовалась и ликовала, что одна из восьми, которые потерялась, теперь дома вместе с нами. Сказываю вам, говорит Христос, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. В послании к евреям в двенадцатой главе сказано, «Иисус, который, предлежавший ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одеснуя престола Божия». Так в подлиннике. Весь смысл этого текста таков, что он с радостью принял крест, страдания, посрамления, зная, что посредством своих страданий, своей смерти, он в состоянии будет спасти грешников. Что же могло побудить Сына Божий пойти этим путем? Только любовь, любовь, любовь к беспомощному заблудшему грешнику, слава и благодарение ему. Такова любовь нашего пастыря доброго, таково сердце его. Да, он с радостью совершил голговский подвиг, чтобы спасти погибшие. Наше спасение совершено по его инициативе, а не по нашей. Не овца искала пастыря, а пастырь пошел в пустыню, чтобы найти и спасти ее. Мы знаем, что овца – это очень глупое животное. Если она одна, то обязательно заблудится. Она лишена способности ориентироваться. И вот греховное состояние человека в этом очень уподобляется овце. Пророк Исаия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь, то есть Бог Отец, возложил на Него, на Сына Своего, на доброго пастыря грехи всех нас. Он пострадал ради каждого из нас, и это была Его инициатива, а не наша. Вот почему, подобно тому, как овца целиком зависимы от своего пастыря, так и мы целиком зависимы от нашего небесного пастыря. Он нас нашел, Он взял нас на свои плечи и понес нас. Он непременно принесет нас домой, Он не даст потеряться ни одной. Никто и ничто не похитит ее из руки Его славы и благодарения Ему. Это Он сохраняет нас, Он держит каждой своей овечкой. Он любит всех своих овец, и Он приведет их в свою обитель. Таков чудный наш пастырь, как не благодарить и славить Его. Мальчик только что получил от отца в подарок новое пальто. В один морозный день он шел со своим отцом по скользкому тротуару, и руки его были спрятаны в кармане нового пальто. Отец говорит ему, сынок, дай мне ручку твою. Но трудно было убедить мальчика. Ему думалось, что он уже не маленький и может самостоятельно ходить. Пройдя несколько шагов, на скользком месте мальчик упал и очень больно ударился. Это смирило мальчика, и он взялся за руку отца своего и теперь держался как можно крепче. Но попав вновь на скользкое место дороги, он не удержался руки отца и опять упал. На сей раз еще больнее. Гордость его потерпела полное поражение. И мальчик протянул свою ручонку отцу и сказал, «Теперь, папа, ты можешь взять мою руку». Рассказывая эту историю, отец закончил так. «Я крепко зажал ручонку сына мой в моей крепкой руке, и мы продолжали нашу прогулку. И когда мы попадали на скользкое место, и его ножки начали шататься, я слегка приподнимал его и не давал ему упасть». Так поступает с нами наш добрый пастырь. Он сказал, «Никто не похитит нас из руки его. Он держит нас, благодарение Господу. Пусть он возьмет и поднимет тебя на свои плечи. Отдайся и доверься твоему доброму пастырю. Знай, что твое спасение целиком зависит от него. Он простит твои грехи, не упрекнет тебя. Он сделает тебя новым человеком. Он теперь нашел тебя там, у твоего радиоприемника. Если ты ему позволишь, он возьмет тебя сейчас в свои сильные, надежные руки и понесет тебя и приведет тебя в свои обители. Скажи просто, «Господи, Ты меня зовешь, и я отдаюсь Тебе. Прими меня таким, как я есть». Может ли быть, что надежнее, чем быть в руках Спасителя? Если ты готов признать, что ты грешник, то знай, что Он всегда готов спасти тебя. А если ты надеешься на свою праведность и думаешь, что твои добрые дела спасут тебя, тогда Христос не может тебя спасти. Ибо Христос пришел в мир спасать грешников. Это и есть благая вещь, мой дорогой друг. Христос любит тебя таким, каким ты есть. И Он жаждет тебя спасти сейчас там, где ты находишься. Склони свои колена и скажи, «Господи, спаси меня. Я заблудился, я потерялся. Будь моим спасителем, будь моим пасторем, сделай это сейчас. Я так нуждаюсь в тебе. Спаси меня. И, мой друг, я могу тебе уверить, что Он услышит тебя, как скоро ты обратишься к Нему этими словами. Да благословит тебя Господь!»